Всего я хочу еще раз поприветствовать вас, моих боевых соратников, друзей и товарищей. Сказать, что я глубоко взволнован этой сегодняшней встречей. И она будет многие воспоминания о тех грозных днях Великой Отечественной войны, в которые каждый из вас внес свой большой ратный труд. В эти дни мы вспоминаем и всех тех, кто не может принять участие уже в таких встречах с ветеранами. Кто отдал свои жизни за победу, за торжество. Идей, которые воспитала в советском народе наша коммунистическая партия. И давайте мы почтим вставанием память тех, кто отдал свои жизни за защиту нашей Родины. Прошу садиться. Вспоминая эти трудные, тяжелые, но героические дни, мы, конечно, обращаем свою память к тем, кто защищал Одессу. Город-герой. К замечательным защитникам Севастополя, к участникам многих сражений на море, на суше, в воздухе. Мы вспоминаем и героические дни обороны Керчи и Новороссийска, также городов-героев. Новороссийска это самый левый фланг многотысячекилометрового советско-германского фронта, где наши советские войска вместе с Черноморским флотом задержали наступление фашистских войск, и откуда началось победоносное продвижение советской армии на Запад. Мы гордимся тем, что в боях за Керчи и Новороссийск вместе с армией и флотом на том участке фронта сражался и Леонид Ильич Брежнев, наш нынешний верховный главнокомандующий. И как он замечательно говорил в своей книге о малой земле, говорил о моряках, о воинах в бескозырке, в тельняшке, стойко стоявших в обороне и проявлявших дерзость в наступлении. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Много с тех пор прошло времени. Но мы и сейчас вспоминаем, как тогда мы с вами в самые трудные дни мечтали о днях победы, верили в эту победу и мечтали о том, какой прекрасной после победы будет наша Родина. И вот сейчас, через 40 лет после начала этой великой битвы, мы можем сказать, что наша великая социалистическая Родина краше, чем все то, что мы могли тогда себе представить. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И в то же время мы, гордясь достижениями нашего советского народа, не можем забывать о том сложном и тревожном времени, в котором мы с вами живем. Я хочу привести слова Леонида Ильича Брежнева, которые он высказал вот на только что прошедшей пятой сессии Верховного Совета. Он говорил, что сегодня положение дел в мире требует новых дополнительных усилий, чтобы устранить угрозу войны, укрепить международную безопасность. Отстоять мир нет сейчас более важной задачи в международном плане для нашей партии, нашего народа, да и для всех народов планеты. Вот с какими замечательными словами выступал на пятой сессии Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев, предложив Верховному Совету принять обращение к парламентам и народам мира. Вы знаете, что это обращение было единодушно, принято Верховным Советом, и сегодня уже многие страны, прежде всего страны социалистического содружества, горячо поддержали поддержали это обращение. АПЛОДИСМЕНТЫ В этой обстановке перед вооруженными силами нашей страны педридармии флотом стоит очень ответственная задача обеспечению мира и мирного развития нашей страны. Я вам хочу сказать, мои дорогие друзья и боевые товарищи, что наш советский военно-морской плот нынче с большой ответственностью выполняет эту важную задачу укрепления обороны страны с морских рубежей. Наш флот располагает сейчас самыми совершенными видами морского вооружения, но самым главным, самым большим достижением это личный состав нашего флота, матросы, старшины, мичмены, офицеры, генералы и адмиралы в совершенстве владеющие этой техникой и вы наши замечательные герои и ветераны можете быть уверенными, что нынешняя молодежь флота, ее матросы и командиры будут также самоотверженно защищать безопасность и честь нашей родины, как это делали советские люди в годы Великой Отечественной войны. Я хочу пожелать еще много лет жизни такой же бодрости, которая видна у вас на ваших лицах, и чтобы мы еще могли с вами не раз вспоминать, находясь под мирным небом нашей родины,